Давайте поприветствуем Алексея. Аплодисменты, пожалуйста. Коллеги, добрый вечер. Меня зовут Алексей Рябов. Я являюсь архитектором хранилища данных в Тинькофф. И сегодня я бы хотел рассказать про репликацию из наших операционных источников в нашу аналитическую базу данных. И, соответственно, рассказать, при чем тут Тарантул, откуда он взялся. Итак, Тинькофф – это крупная IT-компания, в которой очень много клиентских данных. И изначально, когда Тинькофф был еще банком, ставка была сделана на качественном обслуживании клиентов. И для этого нужно было предоставлять качественную аналитику. Для предоставления аналитиков в банке тогда еще, теперь уже в группе нашей компаний строилось единое хранилище данных. Сначала оно было на САСе, теперь у нас основная база данных – это GreenPlan. И вот, хранилище данных, основное хранилище данных может состоять из нескольких слоев данных. И один из слоев хранилища – это слой ODS. ODS – это Operational Data Storage – хранилище операционных данных в аналитической базе. Какие у него есть, соответственно, цели и задачи. Задача, основная задача – это интеграция операционных источников данных хранилища в аналитическую базу данных. Если вы знакомы с операционными и аналитическими СУБД, то должны, наверное, знать, что архитектура у них разная, и запросы одного характера, запросы аналитического характера могут убить операционную базу, и запросы операционного характера могут убить аналитическую базу данных. Поэтому мы данные реплицируем. Для чего эти данные в хранилище в операционном нужны? Они нужны для построения аналитической модели данных. У нас каждый день, каждую ночь запускается процесс, который строит аналитическую модель на основании реплик таблиц источников. То есть не основных источников, не из источников, а уже из реплик. Также у нас есть так называемая операционная отчетность. Это та отчетность, которую мы не можем позволить себе иметь большую задержку, которая должна быть с задержкой до 4 часов. И она строится напрямую на репликах. То есть она не на данных моделях, а вот именно на репликах. Также нам необходимо обеспечить хранение историю изменения данных. То есть мы так называемые change таблицы, блок изменений, мы также храним в этой базе и при необходимости для наших аналитиков они доступны. И основная цель это снизить загрузку, нагрузку на операционные источники, чтобы они спокойно выполняли свою работу, а мы могли, соответственно, им не мешать. С какими сложностями мы столкнулись при построении такого вот слоя хранения данных? Это разных архитектур и источников. Я уже немножко упомянул, что аналитические запросы на транзакционных базах убивают транзакционную базу, а транзакционные запросы на аналитических базах, соответственно, убивают аналитическую базу. И вот, чтобы это как-то достичь, нам нужно было вот эти две штуки скрестить. У нас большое количество операционных источников. Это и скоринговые системы, карточные системы, процессинг, CRM, порядка 50 различных операционных источников. И они у нас идтирогенные. То есть на текущий момент у нас два основных типа источников. Это Oracle и Postgres. И одной из проблем, основной проблем, с которой мы столкнулись при решении этой задачи, является то, что в журналах повторного выполнения в Oracle мы не храним все изменения. То есть при изменении данных каком-то на системе источники в журналы повторного выполнения записывается только необходимое для повторения этой информации на стендбаре или где-то еще данное. То есть если, например, таблица системы источник состоит из, допустим, сотни полей, и в результате обновления одного из этого поля в журналах повторного выполнения запишется значение первичного ключа и только изменившееся поле. Ну и для целей Disaster Recovery и для целей поддержания процесса разработки нам нужно поддерживать репликацию в несколько экземпляров нашей аналитической базы. Это GreenPlan наша база, это Production база, это база Disaster Recovery и для Test и Dev. Готовое решение в основном в силу того, что они не поддерживали репликацию тех источников, в которых в шурналы повторного выполнения записывалась не вся информация, а только, соответственно, ключи и изменившиеся поля нам не подходило. И мы, как всегда, в Tinkoff.ru нашли, пошли, вернее, своим путем, мы решили написать собственную систему репликации. Сейчас у нас система репликации находится в такой, в третьей версии мажорной, и вот как мы к этой третьей версии пришли, я сейчас хочу вам рассказать. Значит, изначально мы для того, чтобы запуститься быстро, ну или просто запуститься, мы воспользовались коммерческим решением. запустились, соответственно, быстро, просто взяли его, проинсталлировали, оно начало у нас данные как бы из уроков Гинплан переливать. Система работала на небольших в то время объемах данных, и в принципе она справлялась, но с моментом, когда мы стали расти, когда количество операций у нас стало превышать все там разумные и неразумные пределы, соответственно, вот это решение у нас перестало справляться, и мы пошли в сторону своего ОДС. ОДС-1, как оно у нас было устроено. Значит, в тот момент у нас в основном источники все были гомогенные, то есть типа источников гомогенные, то есть это база данных Oracle, и для того, чтобы перетащить их данные в Гринплан, мы сначала их все реплициировали в одну общую базу ОДС, Oracle, использовался как Golden Gate, но единственное, мне кажется, решение, которое с Oracle будет работать нормально, там может быть есть какие-то другие, но на тех объемах, которые у нас есть, но это, к сожалению, без альтернатив. Вот, соответственно, вот после того, как вот эти все данные мы загрузили в эту нашу промежуточную ОДС-базу, мы при загрузке добавляем одну служебную колонку, которая растет постоянно с каждым изменением для каждой строки, и по значению этой колонки мы просто можем посмотреть те данные, которые изменились там за определенный какой-то момент. И вот эти данные мы выгружаем в файлики. Это тоже CSV-файлики, которые мы можем потом применить во все наши экземпляры Greenplum. Но мы запустились тоже с этой системой довольно-таки быстро относительно, но все довольно-таки скоро попали в затруднительную ситуацию, когда вот на вот этой нашей промежуточной Oracle-базе, которая, ну хоть она и сама по себе является Oracle, что требует лицензии дополнительной, и она повторяет в себя практически весь вот вывод всех систем операционных источников, консолидируется в одной базе. И нереально огромный объем, и там порядка 70-80 терабайт она уже у нас занимала, когда мы принимали решение о необходимости менять эту архитектуру, и у нас начал рождаться ODS-2. Основное отличие ODS-2 от ODS-1 у нас это в том, что в этой промежуточной Oracle-базе мы храним не реплики таблиц источников, а только, соответственно, логи изменений в виде change-таблиц с дополнительными полями, которые нам необходимы для того, чтобы вот эту информацию, чтобы вот эти изменения в системы приемники применить. Вот здесь появляется таранту. Он как раз у нас служит как инструмент, в котором мы все изменения, которые мы захватили из источника, мы накидываем на те изменения, которые были в приемнике, то есть до того момента, как вот эти изменения нужно применить. Я сейчас более подробно расскажу. И вот после того, как мы в тарантуле получили бач, вот этот кусок обновленных данных, мы его применяем в наш гринплан. Из каких они состоят компонентов? Значит, это операционные источники данных. Oracle и Postgres. Для того, чтобы захватить изменения, нам нужна система захвата изменений. Для Oracle мы используем Golden Gate. Тут для Postgres мы написали свой плагин логического декодирования. И основная цель вот этой системы захвата изменений – это приземлить эти все изменения в едином формате изменений, которые наша система может обработать. Дальше вот эти все изменения через таранту бегут в нашу аналитическую базу. Еще параллельно появилась возможность вот эти все изменения применять и не в аналитическую базу, а в кавку. Видно здесь сразу, что плюс вот этого решения в том, что мы экономим на лицензиях Golden Gate, а так как Golden Gate он лицензируется отдельно для Oracle и отдельно для остальных всех, насколько я знаю, компонентов, нам, по сути дела, мы затаскиваем изменения только из Oracle в Oracle, а потом уже из этих CSV-файлов попутно. Это уже как бы дополнительный компонент у нас системы, который появился. Мы можем применять их и в кавку, то есть без дополнительных каких-то лицензионных ограничений. Итак, как же эти изменения у нас идут? Итак, мы имеем CSV-файлы со списком изменений, которые мы выгрузили из операционных источников. И, соответственно, имея в нашей целевой базе в GreenPlan таблицу на состояние на какой-то момент времени T, например, и имея вот в этих вот CSV-файлах изменения с момента времени T плюс 1 до любого момента в будущем, например, до текущего момента, мы можем спокойно таблицу в GreenPlan обновить. Для этого нам нужно всего лишь две SQL-запроса на GreenPlan. Каким же это образом? Итак, мы имеем изменения вот здесь в CSV-файлике. Мы потом берем и все значения ключевых полей, отдельно выгружаем в файлик с ключами, который затем джойнится с помощью механизма внешних таблиц GreenPlan и результат вот этого джойна мы выгружаем в тарантул. Таким образом, у нас сейчас в тарантуле есть кусок исходной, целевой, простите, таблицы, на которую нам нужно накатить вот те изменения, которые у нас есть в CSV-файлах, что мы в принципе и делаем. После вот этого шага у нас в тарантуле получается кусок целевой таблицы, которая содержит уже в себе обновленные данные, которые мы можем выгрузить в отдельные файлы выгрузки и далее красиво применить в GreenPlan. Применение в GreenPlan работает каким образом? Мы опять же джойнимся с файлом ключей и результат удаляем и, соответственно, заменяем его тем, что у нас получилось в файле выгрузки. Итого, получается один SQL-запрос при получении вот этого файла выгрузки, мы этот процесс называем unload, и два SQL-запроса, которые первый делит, это вставляет для применения вот этих изменений в GreenPlan. Таким образом, наша аналитическая база GreenPlan, она любое количество изменений, которое там было с момента предыдущего применения вот этих изменений, она применяет всего за два SQL-запроса. Также, вот имея вот эти файлы выгрузки, мы можем применить их на другие. Наши экземпляры GreenPlan – это Disaster Recovery контур, это контур разработки и также напрямую файлы экспорта мы просовываем в кавку, что, в принципе, позволяет нам немножко поиграться там на лицензирование GoldenGate. Итак, как у нас получилось, что за программа, как она работает, из каких компонентов она состоит. Ядро библиотека, которую мы называли lib.ods, она написана на C++. Соответственно, библиотека имеет формат, она является модулем расширения для Python, на котором, в принципе, написана вся остальная бизнес-логика. Что делает библиотека? Библиотека, она ожидает от пользователя, или в данном случае от нашей программы на Python, пару, соответственно, пару – приемник, источник и приемник. И она берет все данные из источника, трансформирует, перегоняет в приемник. При этом могут быть сделаны некоторые трансформации на лету. И у нас довольно-таки получилось очень, скажем так, быстрая вот эта реализация вот этой библиотеки. И из Oracle, например, в файлы, и из Oracle в Tarantul можно попробовать вот этой библиотекой пользоваться, для чего, ну, в принципе, как одна из вариантов как бы использования при нашей вообще основной репликации. Во всем у нас все объекты, все метаданные хранятся в репозитории. Мы сейчас используем для этого базу данных на Postgres SQL. Можем, соответственно, использовать совершенно любую базу данных. И вот, таким образом, один из наших компонентов нашей системы репликации, это как раз Tarantul. Как мы к нему пришли. Мы пробовали несколько различных in-memory гридов. И первым, естественно, был Ignite. В Apache Ignite какая у нас специфика нашего продукта состоит в том, что мы заранее не знаем, у нас заранее неизвестна структура таблицы или объектов, которые мы будем хранить в этой memory базе, потому что она динамическая для нас таблица является как основным кирпичиком, который мы гоняем сюда. И в Ignite для этого существует такой интерфейс, джавовский, называется, по-моему, binary object. Вот, в принципе, с его помощью это можно все было реализовать, и мы даже реализовывали, я пробовал все, но негативный такой момент про Ignite о том, что вот этот binary object, у него overhead по памяти просто, ну, большой. Дальше мы решили попробовать Tarantul. Написали пилот, написали пилот и получили то, что скорость обработки данных и потребление памяти, оно было лучше. Значит, нет никакой привязки к строгой структуре объектов в базах данных. Соответственно, мы используем, ну, спейсы, в спейсе в каждом тупле может быть любое количество полей, что нам очень даже подходило. Также немаловажный был момент то, что мы, я напрямую общался с разработчиками, разработчиками, там, через чат, через чат, и на все вопросы, в принципе, ответы более-менее так вот у нас находились. Вот. И как у нас Tarantul в нашей системе используется, для каких, как... Мы для каждой таблицы создаем отдельный спейс. Нам хватает всего лишь одного спейса, в котором создаем два индекса. Это индекс по вот той колонке, которая постоянно растет, и которая говорит о том, что вот этот вот, ну, номер изменений, который постоянно растет, вот как вот у коллег был SCN плюс XSID, мы немножко сделали по-другому. У нас это комбинация из номера трейлфайла и смещения RBA, там, от начала трейлфайла, которая тоже гарантирует постоянно рост, и которая гарантирует уникальность любой операции внутри Golden Gate. Дальше у нас есть индекс по ключевым полям. Соответственно, этот индекс мы используем для того, чтобы накатывать изменения в Tarantul. То есть при вставке изменения из CSV файла в вот этот вот движок, мы как раз делаем insert или update по вот этому индексу. Мы используем движок только в MTX. Мы данные не персистим никаким образом, потому что для нашей случая это не надо. Мало того, эти данные у нас, которые в Tarantul получаются, они имеют такой временный характер. То есть основная задача для нас это получить вот эти файлики экспорта. И для связи с нашей системой, с Tarantul мы использовали модуль Tarantul.sev. Пример Дениса Аникина, который я нашел в интернете. В принципе, нам подошел и очень хорошо завелся. И у меня, наверное, вот последняя секция моего доклада. Я расскажу про те метрики, которые мы смогли достичь, которые мы обрабатываем с помощью вот нашей системы репликации. Это у нас порядка 50 различных источников. Всякие CRM-системы, всякие там карточные, процессинговые системы и так далее. У нас есть два типа источников. То есть при вехе ODS-1, когда мы делали все из всех систем в Oracle и дальше в GreenPlan, мы получали возможность реплицировать данные только из Oracle. Сейчас мы реплицируем данные и из Oracle, и из Подгвиса. Можно подключить любые другие источники. Главное, чтобы была возможность захватить из них изменения и привести их в том виде, в котором они у нас лежат в нашем файле экспорта. У нас есть четыре приемника. Это основной GreenPlan боевой, Disaster Recovery GreenPlan, тестовый, разработческий GreenPlan и Kafka, про которую я говорил. Мы, да, вот, реплицируем и планируем дальше пробовать подключать другие приемники. Возможно, есть идея попробовать подключить в качестве приемника и Hadoop, потому что достаточно, в принципе, реализовать там два метода, которые вычищают данные по ключам и, соответственно, заменяют. Можно попробовать и ClickHouse, наверное, если будет в этом смысл какой-то. Вот, мы сейчас уже на текущем моменте порядка четырех тысяч таблиц гоним, обрабатываем более трех миллиардов операций в сутки. Там пиковые, не пиковые значения, я уже не могу сказать. Ну, вот, N терабайт вот данных, вот, к сожалению, N я сейчас вспомнить не смогу, ну, там реально, там не гигабайты, там не сотни гигабайт, там терабайт. У меня, в принципе, все. Спасибо. Алексей, спасибо. Коллеги, вопросы? Все уже устали, все уже хотят домой. Ну, может быть, да. Ладно, давайте подождем еще пять, четыре. Спасибо за интересный доклад. Я, может быть, прослушал. Спасибо. Как изменилось время загрузки, вот, по сравнению с предыдущим вариантом, каких удалось достичь, так сказать, высот? Я понял. У нас был определен SLA в четыре часа. В принципе, мы его стараемся выдерживать. И основная цель второй веки ОДС, это было уменьшить количество ввода-вывода и место, которое сжирается вот этой промежуточной базой. Соответственно, скорость загрузки, она осталась на прежнем уровне. Единственное, что база данных раньше весила 70-80 терабайт, и теперь мы укладываемся в 4-5. Скорость осталась та, которая нас устраивает. Ну, нет, не все. Что делаете в случае переключения мастер-источника в ОРПе? Допустим, свитч-овер, преговер. Ну, здесь больше вопрос к нашим ОРА-ДБИ. Нам для нашей системы достаточно, чтобы изменения постоянно просто к нам приходили в нашу базу, и они как-то научились это делать. Просто Golden Gate, насколько я знаю, это все дело умеет поддерживать. Когда можно экстрактор запускать на основной, на резервной базе. Как бы здесь подробностей я, к сожалению, не знаю. Для нас даже вот так вот получается, мы получаем от наших ОРА-ДБИ даже не данные вот в этой нашей промежуточной базе, в которой изменения идут, а трейл-файлы. Вот, дальше загрузку трейл-файлов вот в эту ОДС с ченч-таблицами, управление, соответственно, вот количеством вот этих данных в ОРА-ДБИ промежуточном занимаемся уже мы сами. То есть, кстати, да, еще, наверное, можно упомянуть, как в любых компаниях, которые хранят и обрабатывают данные клиентов, здесь в хранилище они могут быть, вернее, должны быть доставлены с некоторой трансформацией. То есть, там как минимум карточные данные нужно замаскировать, вот эти звездочки посередине поставить. И вот это все, вот эти операции у нас делаются как раз в моменте экстракции данных из ОРА-ДБИ из ОРА-ДБИ в трейл-файлы. То есть, мы получаем трейл-файл уже с замаскированными данными, которые являются, можно сказать, обезличенными там еще что-то, ну, безопасными. Да, а еще вопрос. Трейл-файлы вы получаете в бинарном виде или не в бинарном? И второй вопрос. Не думали ли как-то вообще снести ОРА-ДБИ и самостоятельно разбирать там влоги ОРА-ДБИ? Трейл-файлы? Да я даже понятия не имею, в каком формате мы их получаем. Но судя по тому, что локдампом они дампятся, скорее всего, в обычном тогда не бинарно получается. А по поводу снести ОРА-КОЛ не получится, Юр, потому что для того, чтобы трейл-файлы прочитать и их куда-то приземлить в XML, как вот у коллег, нужно аппликейшн-адаптер для Голденгейта, который стоит как сам Голденгейт. У нас такой лицензии нет. Ну что, я думаю, это все. Коллеги, еще раз большое спасибо Алексею, давайте скажем. Спасибо. 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 Спасибо.